Наконец-то ты на грешную землю спусти. Не на грешную, на уши. Тебе видней высоко. Не, не, это счастье просто. Будь дома, конечно, на реабилитацию это не поможет. Здравствуйте. Как зовут? Это вам. Это мне, я понял. А как зовут? Это Маргарита. Маргаритка. Ну, не волнуйся. А это, наверное, Юлия, да? Да. Это Юлия? Юлия. Понятно. Спасибо вам. За сына спасибо. Спасибо тебе, что ты нашел время. Вам спасибо за такое превосходство. Тебя трудно дойти. То ты в космосе. Я прошу уже, чтобы кто-то с тобой там связался. Поэтому я уже сказал человеку, который с тобой связывался, что приземляешься домой сразу. Вы же не против, чтобы он домой приезжал? А, да. Да. Ну, вот. И ко мне в гости. Я намекал на то, что не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут, пожалуйста. Ну, ты смотри, если нужно будет, приходи с ними, мы их перевоспитаем быстро. Я смотрю на вашего, нашего Олега и думаю, что вот он и внешне, и внутренне настоящий славянин. И то, что он делает для своей родины, он делает правильно. Все, рано или поздно ты придешь на эту землю, поэтому не надо терять своих корней. И он истинный человек, который сплачивает народы. Ну, и мы подумали, что будет неправильно, если мы этот золотой орден не вручим ему, как настоящему объединителю наших народов. Олег, если ты не против, мы тебе вот этот орден... Полищен. Да. Олег, если что, маме отдашь, чтобы хранила. Если будешь... Чтобы у меня прекрасно здесь храниться, на Белорусской земле. Поздравляю, Олег. Спасибо огромное. Это действительно очень высокая честь. Спасибо большое. Ну, и белорусские цветы. Вот, самые лучшие. Самые лучшие. Спасибо огромное. Действительно, это очень высокая оценка моей работы, наверное, моего труда. Я действительно очень люблю Белоруссию. Это та земля, на которой родился, которая меня воспитала в лице моих родителей, моих знакомых, средней школы. И, наверное, вот эта закалка, она помогает до сих пор мне спокойно идти по жизни. Я всегда знаю, что здесь мой дом, здесь меня всегда примут, здесь меня всегда рады. И хочется работать, действительно, даже когда уже, наверное, здоровье не будет на космонавтику, хочется работать на благо Белоруссии и России. Я не могу раздеть две страны никак. Это наш Славянский союз, который должен быть всегда вместе. И мы всегда должны подстрелять плечо друг к другу. Вместе радоваться, вместе горевать. Вместе заступаться друг за друга, если надо, вместе идти в атаку. Вот и все. Все правильно. Поэтому спасибо вам огромное за высокую честь. Спасибо. Ты же знаешь, что мы тут готовим в Белоруссии несколько человек для полета в космос. Мы уже договорились с президентом. Но они хотят, чтобы мы девушку нашли. Но я не знаю, как Юля отнесется к тому, что... Я думаю, с пониманием... Но если девушку будут звать Юля, то это вообще не... Нет. Ну, чтобы вина не путать, пожалуйста. Ну, мы постараемся. Но я не об этом. А если Олегу командирам придется лететь? Естественно, командирам... Я должен участвовать в отборе сначала, правильно? Хорошо. Значит, ты готовься на всякий случай. Командирам, да. Это будет гора сплечь у меня, если ты подключишься к поиску и подготовке девушки от Беларуси. У меня порядка высотствует отпуск. Готов выбрать... Олег, подключись. Спасибо вам за то, что приехали.